Почти каждого жителя своего микрорайона Надежда Курапова знает лично. 16 лет она возглавляет местный ТОС. Знает и обо всех проблемах своей территории. Где детских площадок не хватает, где фонарей, где управляющим компаниям стоило бы лучше работать. Надежда Курапова готова войти в общественный совет микрорайона, чтобы и дальше отстаивать интересы жителей. Люди её кандидатуру поддержали. Всего общественных советов в Самаре будет 85. Сформируют их к 10 апреля. Я думаю, что мы первое, что сделаем, соберём опрос жителей. У меня часть уже каких-то предложений от этих жителей есть. Разные вопросы. Ну, конечно, вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Это, конечно, общественный контроль в сфере предоставления услуг, детские площадки. Приблизить власть к народу – принцип, по которому в Самаре строится новая система местного самоуправления. Об этом говорил в своём послании депутатам и жителям Самарской области губернатор Николай Меркушкин. Общественные советы микрорайонов, кварталов должны объединять в своём составе представителей социальных учреждений, бизнес, актива, местных жителей. Сообщая, используя не только бюджетные ресурсы, но и добровольные взносы самих людей и организаций, они должны решать многие вопросы местного значения, контролировать реализацию государственных и муниципальных программ. Общественные советы будут напрямую взаимодействовать с муниципальной властью, рекомендовать, какие вопросы требуют первоочередного решения на конкретной территории, также контролировать, на что тратятся бюджетные средства. В этом совете находятся в обязательном порядке только жители этого микрорайона, независимо от того, от каких организаций или формирований они выдвигались. Они, естественно, заинтересованы в том, чтобы забыться о своём микрорайоне. Но методы будут разные – обращаться к власти, решать самим вопросы. В каждом общественном совете будет порядка 30 человек. Приступить к работе они смогут уже со следующей недели. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События.